Сегодня, дорогие любители, интересно мы поговорим с вами о цифровых уровнях, а именно Почему на выходе у вас всегда получается кал? Мы дадим вам серьезный ответ. Дело в том, что когда каждый из вас, записывая гитару, приближается к нулю, а некоторые особо одаренные приближаются даже к плюс 3, чтобы звук был более насыщенный. И вот он делает гитару плюс 3, потом он делает рабочий барабан плюс 90, я утривно рассказываю, бас-гитару плюс 60 и на выходе советский микшер, он только славянский, бас-гитар, общий, у него получается плюс 9300, и все пердит, клепует, ничего не понятно, и все ругаются. А потом еще он накладывает на это какой-нибудь L2 в мастеринг, и мы получаем плюс 62 тысячи... Никто не знает, откуда эти цифры, в общем-то, так всегда и происходит. И начинается вот в интернете вот это вот потом, что за звук, что за говно, а все претензирует к звукорежиссеру, мудак, потом говорят, что мастеринг-инженер тоже нехороший человек. Как? Как, Валерий Семенович, нужно поступать с самого начала? С самого начала нужно поступать так, чтобы основной сигнал, который вы записываете в свою карту, он не превышал минус 18 дБ, вот именно цифровых, именно на вашем компьютере. То есть вот она шкала, где-то примерно вот здесь вот минус 18 дБ, вот здесь вот ноль. Я просто скажу в двух словах, ноль в цифре преодолеть нельзя, это не аналог. То есть когда вы приближаетесь к нулю, где-то примерно вот здесь вот, например, где-то в районе минус 6, то тут уже появляется опасность того, что у вас будет перегрузка на мастер-секции. Еще есть такой момент, как микропики. Вот эти микропики, которые вы не видите, которые вот здесь вот могут просто бам! И в ноль. А программа не определяет. То есть супер-супер-быстрый, в смысле? Да-да-да, и получается так, что жесткость появляется в записи, глубина пропадает. То есть что такое пики? Пики это уже, ну в каком смысле, компрессия, перегрузка же. Не, ну пики в картах, я знаю, что-то... То есть самый основной момент, когда вы пишете, входной сигнал должен быть в районе минус 18, ну давайте с вами все так, от минус 12, допустим, вот здесь вот, от минус 12 до минус 22. Пусть будет так. Не бойтесь делать, даже если будет чуть меньше 22, ну допустим, ну минус 30. Это запас еще есть. То есть у вас не будет такого, что очень тихий сигнал, потом поднимая его, у вас будут шумы системы. Это не аналог. Здесь нет таких шумов системы. То есть шумы системы, они находятся далеко вот тут вот. То есть почему минус 18? Самый логичный вопрос. Ведь я вижу, когда прихожу в клуб, я вижу, что звукорежиссер работает в ноль. И на его пульте еще есть запас там до 20 дБ. Так вот, пульт в вашем клубе скорее всего аналоговый. В аналоговой шкале вы можете преодолеть ноль намного больше, чем даже плюс 6. Вот, значит, соответственно, минус 18 по европейскому стандарту, это является нулем аналоговых дБ. Ну, по-моему, словом называть их аналогами, нет такого понятия аналоговый дБ на самом деле. Вот, то есть вот так вот получается. И то есть где у вас цифровой ноль, там находится аналоговая перегрузка. Но если аналоговая перегрузка еще как-то адекватно звучит, то цифровая перегрузка не звучит никак. Она просто... И все. Замечательно. Когда мы складываем 4 канала по минус 18, ну там нелинейная зависимость, 32 канала по минус 18 и так далее, надо следить, чтобы уровень не превышал самая высокая точка, вот пик, самый высокий пик, должен не превышать минус 6 дБ. Но в среднем он должен колебаться где-то от минус 12 до минус 9. Это вот самое безопасное расстояние, так скажем. То есть вот здесь вот это подготовка на мастеринг. Это именно только сведение. Окей, то есть вот это сведение минус 6, мы отдаем уже мастеринг-инженеру, и он делает нам невероятно близко к нулю. Да, да, именно так и происходит. А, еще есть такой момент. Опять же, можно задаться вопросом. А что делать, если я везде делал, ну где-то в районе минус 18 и минус 12, но оказалось так, что у меня 5 миллиардов треков, и на выходе все равно получается где-то минус 3. Убавлять. Убавлять, значит, еще меньше. Но самое главное сейчас, внимание, козырь, убавлять нельзя ни в коем случае вот эту. Мастер-секцию. Да, нельзя просто ее взять и убавить. Как в картинке. Нельзя просто взять и убавить. Придется убавлять все треки. Почему? Тут важен другой момент. Важно понимание входного и выходного сигнала. Входной сигнал, он регулируется ручкой гейн. У некоторых программ она располагается примерно вот здесь вот. То есть там просто такая вот крутивочка. Я твой микро круглый крутил. Она называется либо трим, либо гейн, либо еще какое-нибудь говно. Она отвечает только за входной сигнал. Все правильно. В некоторых программах бывает такая ситуация. Например, взять Logic или Pro Tools. Там нет вот этой крутилочки. Но есть стандартный плагин, который называется либо трим, как в Pro Tools, либо гейн, как в Logic. То есть вы его накладываете и, к примеру, у вас входной сигнал, но вы получаете, допустим, гитарист ваш дома записал сигнал, ну, близкий к, ну, даже к минус 3, к критической такой величине. То входной сигнал, есть еще возможность, возможно, вам получится его спасти, просто ручечку гейн увернув назад, то есть заминусовав ей. Здесь находится фейдер в любой программе на самом треке. Это выходные сигналы. То есть, если вы просто фейдером убавляете дорожку, ну, она у вас убавляется, но здесь у вас максимальный сигнал минус 3. Вот. Вы убавили, у вас получается перегруженная, допустим, бас-гитара. Вы, причем, можете не слышать эту перегрузку. Это может, как просто жесткость появляется, звучание. То есть инструмент теряет свой объем, он заплющивается, особенно когда у вас нет большого опыта, то это можно не услышать. Просто в итоге, сведя всю эту фонограмму, вот с такими вот завышенными уровнями, просто убавив выходы, ну, и здесь нам мастер-секции получить нужны на минус 6, да? Вот. У вас получится сказать, как обычный бухгалтер в конце года. Да, сошлось! Да, да, да. Динскринзин. Вот. И у вас получится просто очень жесткая фонограмма. И, скорее всего, тут еще фишка будет в чем, у вас уже здесь как бы сильный сигнал, то есть много каких-то искажений в сигнале. Вот. И еще плюс ко всему, убавив его и подняв еще тут, вы еще больше шума туда прибавите. Ну, ништяк, ништяк. Поговорим мы, как вы уже догадались, о килогерцах и глубине битности нашей кибернетической системы. Значит, распространенный формат, я наслышан, CD 44.1, DVD 48 и мифический 96, для того, чтобы продавались лучше звуковые карты. В чем смысл? Да, смысл, в общем-то, как бы, ну тут такой, а это как бы, я покажу там, я не знаю, для кого это все придумано. Нет, ну тут смотри, какая тема. Вот, 96, как пишут многие профессионалы, которые десятки лет заработают на студиях, они не слышат разницу между 48 килогерцами и 96, а по сути для вас это огромнейшая разница, потому что это занимает место на вашем виде. Ну, это просто удвоенное число, как бы. Насколько смысл, насколько гладкое у вас изображение получается? Ну да, если провести аналогию с фотографией, то когда ты фотографируешь на Нокию, у тебя получается 3 квадрата и размазанное говно. Вот, а если ее сфотографировать на хороший цифровой фотоаппарат, там получается очень много маленьких квадратиков, которые, собственно, делают изображение. Ну, после какого-то момента глаз и ухо, они перестают замечать ее увеличение. Именно так. И в этом нет никакого смысла. В этом именно так нет абсолютно никакого смысла. Вот, здесь какой момент? Когда мы начинаем проект писать, стандарт, стандарт мировой, 48 килогерц, 24 бита. Где 48 килогерц, грубо говоря, это ваши пиксели, а 24 бита, ну, это громкость от самого тихого, то есть, где сигнал совершенно бесполезен, до самого громкого, то есть, перегрузки. Ну, грубо говоря, вот это динамический диапазон. Это тот стандарт, в котором обязательно нужно начинать работу по записи. После того, как вы закончили сведение и отсылаете мастеринг-инженеру, вот в этом формате, 48 килогерц, 24 бита, он уже конвертирует все это дело, ну, грубо говоря, при мастеринге, он переводит это в 44 и 100 и 16 бит. Почему? Потому что это стандарт CD-диска. Я не знаю ни одного человека, который слушает музыку на DVD. Ну, в смысле, у меня есть речь не идет о концертах в лесах. Вот, хотя я уверен, что большинство людей в России слушают с более уебищного качества, чем вот этого. Как известно, перезаписывать DVD. Вот, но тут опять же создается вопрос. Почему бы с самого начала не взять 44 и 100 и 16, если все равно оно в это вернется? Лучше иметь, как бы, Хороший исходник. Картинку, да, большего разрешения, чтобы хорошо ее обработать эффектами. Да, именно так. Потому что, когда ты на маленькой очень картинке пытаешься наложить, то все эти пиксели, они плохо обрабатываются. А когда ты большое множество пикселей обработаешь и потом картинку сжимаешь, то так гораздо лучше выходит. Молодец. Если эта цифра абсолютно идиотская для нас, то вот это еще, в принципе, имеет значение. Это опять же, ну, ваш динамический диапазон становится больше, то есть у вас появляется больше глубины в записи. Но далеко не все программы поддерживают функцию 32 бита с плавающей запятой. Не все аудиоинтерфейсы. И не все аудиоинтерфейсы в том числе. То есть, ну как, Cubase, например, может делать имитацию 32 бит. Но на самом деле, если вы пишете в лексикон альфа, то смысла никакого. Это дерьмо. И на выходе будет дерьмо. Вот. В Pro Tools, например, вообще нельзя выбрать выше 24, если ты не подключил нужный девайс. Вот. То есть, вот он, пожалуйста, поэтому стандарт. И тут опять же, я бы не выебывался и брал как все нормальные пацаны. Ну да. 48. Мы еще раз. Зеленый круг, обведенный красный квадрат. Это о многом говорит. Это эталон. Вот это основные цифры для того, чтобы хорошо записаться. Звукорежиссер, который будет заниматься сведением, скажет спасибо. И потом мастеринг-инженер также скажет хорошо. Но это не спасет, если песня говно. Но это другой вопрос. Это другой вопрос. Надеюсь, мы ничем вам не помогли. Потому что, конечно же, гиганты мыслей и сами все это прекрасно знают. Просто у них ничего не получается. Но, тем не менее... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это... как... Металл-мелитер? Я жду этой остановки. Металл-мелитер. Ну, вообще, у пацанов всё как надо. На мой взгляд, вот прям всё отлично. Это, конечно, Металлика. Конечно, 83-й год. Но звучит вообще круто. Звучит круто. Причём звучит круто как в исполнении, так и звукорежиссер ничего не испортил. Это прекрасная черта для звукорежиссера. Ничего не перекомпрессировано, есть глубина. Вот... Практически тут я слышал. Пацан зачётно орёт. Да, очень круто. Прям вообще классно всё. И говорят им по 12 лет. По 12? По 12 лет. Да я в 12 лет пьяный в подъезде облёванный лежал, а не вон чё. Но, хочу отметить тоже. Запись не идеальная, но, опять же, тут всё сделано правильно. Тут ровно то, что и нужно было. Так же, как и все записи металлики, первоначальные в особенности. Ну вот это очень похоже на Келомол. Очень похоже. Только, как бы, при современном разрешении. Ну да. Я хочу ещё отметить, по-моему, барабанщик живой. Я почти в этом уверен. И если я прав, то он вообще просто лицо. Потому что, ну, он... Он очень круто играет. Мне кажется, нет. Мне кажется, он дохлый. Дохлый, да. Какие-то звуки слишком ровные. Ну вот. Или очень круто записали, или он дохлый. Вот тут специфический момент очень. Не хочется показаться, Чего? Но это действительно дилемма. Но тут, нет. Если даже он и дохлый, то тут хотя бы правильно расставлена динамика в миде. То есть один удар такой, другой такой. Ну вот, если вот по железу смотреть, то очень натурально. От железа, да. Железно можно. А может быть, они сэмплы подкладывают? Может быть, кстати, тоже, как говорят. Да, да. На железо не обратил ли воде. Но это и же хорошо. Это хорошо, когда мы сидим и сомневаемся за настоящий бараулечка или не настоящий. Особенно когда ему двенадцать. Когда его не существует. И вообще, это просто было нарезано из кусочков металлики. Да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот это белая гитара. Это LTFD M1000. Здесь кленовый гриф, кленовая накладка, корпус из ольхи, флойдролз. И я флойдролз немножко апгрейдил, добавив фат-блок, так называемый. Он в два раза больше и в два раза тяжелее. Это та хренорина, за которой зацепляют пружины со стороны основания. Звукосниматели поменял я на Cainer Duncan JB и Jazz. Классический Hot Rod Set. Громкость, тон на бумагно-масляном конденсаторе и пятипозиционный переключатель, который имеет множество смысла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С этой гитарой мы ездили в прошлый тур. И, конечно же, у Антона наворачиваются слезы, потому что у него есть по-тройка предложений об этой гитаре. Основное предложение. Мы будем ее продавать. Гитара очуменная. Надо брать. Вот, достаточно надо брать. Не, ну, во-первых, действительно повезло с Флойдролзом. Он строит. Обычно редко строит Флойдролз. Этот держит строй просто потрясающе. Я за концерт, может, его один раз поставить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Инструмент очень яркий. Подходит под определенного характера музыку. Но при правильной настройке, при правильной настройке, все-таки можно добиться от него очень-очень хороших результатов. Что в принципе и показал концерт в Москве, где, в принципе, гитарный звук был. Ну, на мой взгляд, отлично. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА